В этом году парад моды радовал зрителей не только большим количеством коллекций, но и красочным шоу, темой которого стали здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающей среде. Эко-тренд проявил себя во всем многообразии естественных, природных оттенков представленных коллекций. Мы просто показываем то, что, например, шьют, в разных странах мира шьют, к нам привозят, и мы это можем показать. Конечно, задачи перед нами стоят осень, зима 2017-2018 года. Поэтому мы привлекаем нарядную одежду, конечно, одежду для детей, одежду для мужчин. С каждым годом среди участников парада моды становится все больше местных дизайнеров и швейных предприятий. Есть в их числе и те, кто поддерживает парад на протяжении многих лет, как, например, дом моды Фортуна. Мы сегодня воплотили какие-то свои мечты определенные и сложились с тенденциями моды. И получился такой микс, но такой очень, знаете, креативный, такой достаточно заявляет о себе. Мы всегда, когда делаем коллекции, мы обязательно учитываем то, что это не только подиумная должна быть одежда, это должна быть одежда носибельная, чтобы девочки наши и мальчики тоже носили эти вещи. И именно в повседневной жизни, чтобы они именно были украшением. То есть, как бы они друг друга украшали, допустим, одежда украшала наших девушек, и наши девушки нашу одежду украшали. В нашей коллекции центральная фигура – это кожаный плащ. Водим, как будто бы это и платье, да, и в то же время плащ. Вот такой микс, он как-то, ну, как нас навевал на какие-то мысли, да, мы все-таки решили все это объединить и поставить эту центральную фигуру в коллекции. Дизайнеры с удовольствием поддержали тематику парада. В частности, это отразилось в некоторых коллекциях. Наши дизайнеры очень хорошо постарались, и самое основное – все сделано из натуральных коллекций. Притом это вареная шерсть, штабели. И, ну, конечно, это с элементами уже современными, но лучше, чем придумали наши предки, просто придумать невозможно. Как раньше было. Батюшка поехал на рынок, купил всем сарафаны. Он берет всех, приносит домой, подходит, что худенький, что полненький. Всем, и все довольны. Снег, бабочки и другие специфекции. Дефиле на Кировке вышло за рамки своего жанра. Над созданием шоу работали и хореографы, и вокалисты. А кроме профессиональных моделей, на подиум вышли медийные персоны города. Это новый опыт для меня, и мне очень интересно было выступить. Я поучаствовал, немножко было волнительно, хотя я, конечно, очень много участвую в различных общественных больших мероприятиях, особенно спортивных мероприятиях, и выступаю там. Ну, для этого особенно опыт. А для горожан, конечно, это праздник, и очень много людей увидело интересных и красивых людей. Я понимаю, насколько это серьезный труд, правильно выступить, правильно вытки. Очень хорошо и красиво себя показать. Посмотреть на главные модные события собрались сотни жителей и гостей города. Парад привлек даже тех, кто просто прогуливался мимо. Мы просто выгуляли, что мы с тобой сейчас прогуливались. Мы слышали, такое интересное, веселое. Ну, давай посмотрим, кто прилетает. И прямо за внимание очень интересное, на самом деле. Мне кажется, аминистраторы хорошо мне там подошли, так и соответственно. Чувствую, что много профессионализма. Если главная идея показа – познакомить Челябинск с модными тенденциями, то в качестве сверхзадачи можно обозначить воспитание хорошего вкуса в целом. Ведь все, что было показано этим вечером на подиуме, обладает еще и эстетической ценностью.